Николай Носов, Клякса Я расскажу вам про Федю Рыбкина, о том, как он насмешил весь класс. У него была привычка смешить ребят, и ему было всё равно, перемена сейчас или урок. Так вот, началось это с того, что Федя подрался с Гришей Копейкиным из-за флакончика туши. Только если сказать по правде, то никакой драки тут не было. Никто никого не бил. Они просто врывали друг у друга из рук флакончик, а тушь из него выплеснулась, и одна капля попала Феде на лоб. От этого на лбу у него получилась чёрная клякса, величиной спитак. Сначала Федя рассердился, а потом увидел, что ребята смеются, глядя на его кляксу, и решил, что это даже лучше. И не стал смывать кляксу. Скоро зазвонил звонок. Пришла Зинаида Ивановна, и начался урок. Все ребята оглядывались на Федю и потихоньку смеялись над его кляксой. Феде очень нравилось, что над ним своим видом может смешить ребят. Он нарочно сунул палец в флакончик и измазал нос тушьем. Тут уж никто без смеха не мог на него смотреть. В классе стало шумно. Зинаида Ивановна сначала никак не могла понять, в чём дело, но скоро заметила Федину кляксу и даже остановилась от удивления. — Это чем-то лицо испачкал? Тушью? — спросила она. — Ага, — кивнул головой Федя. — А какой тушью? Этой? Зинаида Ивановна показала на флакончик, который стоял на парте. — Этой, — подтвердил Федя, и рот его разъехался чуть ли не до ушей. Зинаида Ивановна надела на нос очки и с серьёзным видом осмотрела чёрные пятна на лице Феде, после чего сокрушённо покачала головой. — Напрасно ты это сделал, напрасно! — сказала она. — А что? — забеспокоился Федя. — Да видишь ли, тушь эта химическая, ядовитая. Она разъедает кожу. От этого кожа сперва начинает чесаться, потом на ней выскакивают волдыри, а потом уже по всему лицу идут лишии и язвочки. Федя перепугался. Лицо у него вытянулось, рот сам собою открылся. — Я больше не буду мазаться тушью, — пролепитал он. — Да уж думаю, что больше не будешь, — усмехнула Зинаида Ивановна и продолжала урок. Федя поскорее принялся остирать пятна туши носовым платком, потом повернул свое испуганное лицо Грише Копейкину и спросил. — Есть? — Есть! — шёпотом сказал Гриша. Федя снова принялся отереть лицо. Тёр и платком, и промокашкой, но чёрные пятна глубоко въелись в кожу и не стирались. Гриша протянул Феде ластик и сказал, — На вот, у меня есть замечательная резинка. По три, попробуй. Если она тебе не поможет, то пиши пропало. Федя принялся отереть лицо Гришина резинкой, но и это не помогло. Тогда он решил сбегать умыться и поднял руку. Но Зинаида Ивановна будто нарочно не замечала его. Он то вставал, то садился, то приподнимался на цыпочки, стараясь вытянуть руку как можно выше. Наконец Зинаида Ивановна спросила, что ему нужно. — Разрешите мне пойти умыться? — попросил жалобным голосом Федя. — А что, уже чешется лицо? — Нет, — замялся Федя. — Кажется, ещё не чешется. — Ну, тогда посиди, на переменке успеешь умыться. Федя сел на место и снова принялся отереть лицо промокашкой. — Чешется? — озабоченно спрашивал Гриша. — Нет, кажется, не чешется. — Нет, кажется, чешется. — Не разберу, чешется или не чешется. Кажется, уже чешется. Ну-ка, посмотри, нет ещё волдырей? — Волдырей ещё нет, а вокруг уже всё покраснело, — шёпотом сказал Гриша. — Покраснело? — испугался Федя. — Отчего же покраснело? — Может быть, уже волдыри начинаются или язвочки? — Федя снова стал поднимать руку и просить Зинаиду Ивановну отпустить его умыться. — Чешется! — хныкал он. Теперь ему было не до смеха. А Зинаида Ивановна говорила, — Ничего, пусть почешется. — Зато в другой раз не станешь мазать лицо, чем попало. Федя сидел, как на иголках, и всё время хватался за лицо руками. Ему стало казаться, что лицо на самом деле стало чесаться, а на месте пятен уже начинают вздуваться шишки. — Ты лучше не три, — посоветовал ему Гриша. Наконец прозвенел звонок. Федя первым выскочил из класса и вовсю прыть побежал к умывальнику. Там он всю перемену тёр лицо мылом, а весь класс над ним потешался. Наконец он начисто оттёр пятна туши и целую неделю после этого ходил серьёзно. Всё ждал, что на лице волдыри вскочат. Но волдыри так и не вскочили. А за эту неделю Федя даже разучился на уроках смеяться. Теперь смеётся только на переменках. Да и то не всегда.